Люди часто начинают новое дело, не задумываясь над ответом на вопрос «Зачем?». С вами Мария Денисова, и мы сегодня будем говорить о том, как создать масштабное изобильное дело, которое будет распространяться само по себе. С чего начинается изобильный бизнес? Уж точно не с того, что ты услышал, как сосед открыл киоск и начал на этом зарабатывать. И, наверное, если я открою киоск рядышком, то и я начну зарабатывать. Изначально все такие бизнесы обречены на влачение своего существования. Почему? Потому что, когда мы пытаемся повторить чужой успех, мы забываем о том, кто мы на самом деле, а что нам нравится. И нами движет только инстинкт прикрыть, как мы это называем в пробуждающем коучинге, в ЖПП – выжить, поесть, поспать. То есть мы изначально создаем не тот бизнес, в котором у нас есть энергия вдохновения, в котором у нас есть энергия распространения нашего таланта. Нет, мы изначально пытаемся создать бизнес, в котором мы будем зарабатывать денежки. Но и при этом эти начинающие предприниматели сталкиваются сразу же с той проблемой, что, ох, а и тут нужно что-то знать, и тут нужно что-то знать, и такого у меня навыка нет, и такого у меня навыка нет, и мне нужно чему-то новому учиться. И оказывается, я не могу повторить тот путь, который прошел сосед Василий. А у меня мой путь, и у меня совсем другие навыки. И вот как интересно, ребят, ведь может быть действительно в одном месте стоят два продуктовых магазина. Наверняка у вас есть такое на райончике, где один магазин прибыльный и классный, а другой загибается. Почему так происходит? Ведь вроде трафик одинаковый, да, они практически находятся в одном месте, но при этом в один вам хочется идти, а в другой нет. И это связано напрямую с твоим талантом и с тем, что нравится тебе делать это или нет. Или ты делаешь это для поддержания штанов. Ведь когда ты реально любишь свое дело и чувствуешь, что это то, для чего ты родился, что ты вдохновлен, когда ты идешь на работу, тебе хочется там все время создавать большее. Энергия созидания у нас есть только когда у нас есть вдохновение. Когда мы развиваемся через драму, через выживание, мы максимум можем поддерживать определенный уровень, но не расти, потому что там не вырабатывается энергия созидания. Энергия созидания вырабатывается только в случае вдохновения. Когда мы движемся страхами, то мы в этот момент испытываем негативные эмоции, которые, естественно, отражаются на нашем деле. Подытожим. Изобильный бизнес никогда не попытка повторить чужой. Изобильный бизнес возможен только, если вы делаете его с вдохновением. Если вы хотите по-настоящему разобраться со всеми ограничениями, которые мешают вам создать масштабное дело, регистрируйтесь на мой мастер-класс по ссылке в описании, где мы с вами будем прорабатывать мышление собственника. И давайте разберем следующий случай. Да, вы, например, открыли бизнес именно такой, как вы хотели. Это является прям вашим вдохновением, вашими талантами. Вы вдохновлены. Но при этом как-то не получается его развить до классных масштабов. Не получается привлечь больше клиентов, больше денег в этом бизнесе. Почему так происходит? И вот здесь уже на арену выходят ваши ограничения в вашей же собственной голове, которые говорят вам, «А если я найму себе ассистента в этот бизнес, или там, не знаю, какого-то помощника в этот бизнес, как я буду ему зарплату платить? С собой это все понятно, а вдруг вот он придет, и у нас не будет клиентов в какой-то момент, и мне придется с ним делиться своим доходом». И вот этот страх ответственности, страх, что я не потяну, естественно, мешает нам развивать этот бизнес. Это первое. То есть я делаю все сам. Ну а как известно, один в поле не воин. Масштабный бизнес не построить в одиночку. Следующее ограничение, которое может быть. Мне самому-то нравится то, что я делаю, это классно и так далее, но я не могу об этом громко рассказывать, я не могу проявляться, я не могу громко заявлять о своем деле, потому что что же подумают мои родители, а что подумает мой муж-жена, а что подумают мои одноклассники, которых я сто лет уже не видел, но вдруг они узнают, что я учился на банкира, а теперь я танцор. И вот этот страх быть осмеянным, страх быть раскритикованным останавливает нас от того, чтобы масштабнее заявлять о себе. Следующий страх. Как только у нас начало получаться, мы такие, ой, а вдруг мы не повторим свой успех? А вдруг нас больше не выберут? Вдруг это разовая акция была? Такая вспышка была, ко мне пришло много клиентов, а потом вдруг этого не будет? И этот страх не повторить собственный успех мешает нам продолжать двигаться вперед. И когда вы более-менее разобрались с тем, что ваше дело стало любимым, вы очистили все страхи, которые у вас есть. Следующее, с чем мы сталкиваемся, это ментальные убеждения, которые мешают нам делать бизнес. Например, считается, что если у тебя будет масштабный бизнес, то ты сразу же станешь заметен, и это опасно. Государство начнет на тебя нападать, конкуренты начнут на тебя нападать, и в целом быть таким заметным, это опасно. И тут же начинают подмешиваться различные наши страхи, когда у наших родителей, у наших предков что-то не получалось, подключаются так называемые наследственные убеждения, где, а в нашей семье только вот так, и в нашей семье не принято деньги зарабатывать, или я из рода бедняков, куда уж нам, да, мы только вот на таком уровне можем. И все это останавливает твой бизнес. В бизнесе один ограничитель, это собственник. Как только собственник справится со своими убеждениями, со своими страхами, со своей любовью или нелюбовью, бизнес начнет распространяться. Вселенная всегда поддерживает дело, которое помогает людям, всегда поддерживает дело, которое не насилует собственника, и всегда поддерживает дело, которое вносит разницу в этот мир. Пишите в комментариях, как вы думаете, какой из тех пунктов, о которых я сегодня рассказывала, мешает вам заработать ваши миллионы. С вами была Мария Денисова. До встречи!